Значит, это так. Я хочу сказать, что мне прошлое занятие не понравилось по одной простой причине. Как-то мы очень, мы вроде бы договорились говорить о Пасоке-де-Земра, а заговорил я о псалмах, которые входят в Пасоке-де-Земра. А это немножко разное. За это время я посмотрел серию книг и, в общем, не нашел, включая Якобсона, такого классического Якобсона, который издает комментарий к Сидуру, именно к молитвеннику, но он тоже сосредотачивается именно на псалмах. А нашел я лекцию Рава Ягуды-Брандеса, которая на меня произвела большое впечатление именно правильностью постановки света на эту тему. Вот почему умных людей надо смотреть, потому что ты ищешь кого-то, кто правильно поставит свет на тему, которую ты хочешь обсуждать. И он говорил вначале довольно долго, Рав Ягуды-Брандес, говорил довольно долго о том, почему читают Дхили. Естественно, я знал это место, но он просто правильно прокомментировал это место. Я в прошлый раз упомянул, что в Талмуде вот откуда берутся Пасоке-де-Земра вот эти. Они берутся из высказывания Раби Йосифа в трактате Шаббат, где он произносит «Да будет моя доля среди тех, кто дочитывает до конца Галаль». Вот тут интересно, Гумрей Галаль имеет в виду «Воскуривает Галаль» арамейское слово или еврейское. Из тех, кто читает Галаль каждый день, на что следует Талмуд удивляется и говорит «Ини, неужто?» А ведь сказал некий авторитетный очень человек, тот, кто читает Галаль каждый день, он махарефу магедев, он поносит Бога. И после этого вносится исправление, Раби Йосиф имеет в виду, что читать надо Пасоке-де-Земра. И вот здесь надо обратить внимание на то, что говорят комментаторы к высказыванию Раби Йосифа и к поправке, которая сделана. Дело в том, что Галаль обычно, когда мы говорим слово Галаль, мы имеем в виду блок псалмов от 117, по-моему. Он называется, когда нужно различать, где что, он называется Галаль Мицрая, тот, который читают, который положено читать в Песах и по праздникам. Да, ну правильно, от 114 до 118. Тот самый Галаль, который обычно читают в Песах, по праздникам и так далее. Но тут надо заметить одну вещь. Чтение Галаля по указанным датам, а именно его положено читать в праздничные дни, кроме Йом-Кипура и Роша-Шана и в Хануку. Значит, Галаль читается по установленным дням, и это одна из семи заповедей Дербанан. Вот есть семь заповедей Дербанан, и одна из них ровно вот эта. Читать Галаль по установленным датам. Галаль по установленным датам читается по двум событиям. Либо историческая победа, имеющая историческое значение, либо по случаю, или победа для данного поколения, тогда и временно, либо по случаю чуда. Человек, который каждый день читает Галаль, он издевается над этим постановлением. Потому что он как бы каждый раз читает чудо. Говорит, что каждый день это чудо. И здесь есть замечательный Меири. Я несколько раз упоминал этого комментатора Талмуда, просто по причине того, что я его очень люблю. Это очень древний комментатор, который сильно обогнал свое время. Именно он очень ясный. И Меири ко всему этому месту говорит, почему тот, кто читает Галаль каждый день, Мехарев у Мегадев. Он говорит простую вещь. Что вот этот каждый день читать благодарственные псалмы, это они стираются от ежедневного чтения. Псалмы стираются. Я хочу заметить, вот это то, что сегодня говорят, что когда каждый день читают одно и то же, то как бы затирается смысл слов. Но мы читаем этот человек, который жил 7, по-моему, веков тому назад. Мегири жил. И он, говорит, стирается. И тут вот то, на что Брэндес обращает внимание, Раф Брэндес, подождите, но тогда пожалейте то, что мы называем поцукой до земра. Почему 6 последних псалмов княги Дхилим не жалко? Пусть затираются как бы. Вот те 6 псалмов, которые Халель, Митсраин, которые египетский Халель, те жалко, а вот эти 6 не жалко. И ответ, он действительно правильный. Дело в том, что Халель, прославление Бога, который там, в Кех, в Халель, Митсраин, это за чудеса и за чудесный исход. А вот 6 последних псалмов, это Халель за каждый день. Это Халель о том, что происходит в каждой дне. И тогда как бы, ну вот каждый день похож в каком-то смысле один на другой, так и прославление каждый день, они как бы в каком-то смысле похожи. Хотя понятно, что дни меняются, и человек как бы тоже меняется, и он на другие акценты ставит. Но тем не менее, вот этот смысл, вот этих посылка и до земра, это именно каждодневная хвала. Это не хвала за что-то исключительное, это хвала за то, что есть сегодня ежедневно, что называется. При этом я хочу заметить одну довольно любопытную вещь, которую, естественно, мы не обращаем внимания. К этому месту, там, где сказано про посылка и до земра, что надо читать каждый день посылка и до земра, Раша говорит, ну он дает по первым фразам, естественно, 148-й и 150-й псалом. Замечу, не как мы поступаем 145-й и 150-й, а 148-й и 150-й, он указывает по, ну не по номерам тогда, это было не принято, а по первым стихам указывает. И понятно почему. Если вы откроете 148-й псалом и 150-й, вы обнаружите стиль, вот 148-й псалом начинается с пяти стихов, где каждый стих начинается с Галелу, а потом перечисляются все, кто должны этот Галелу славить, те, кто должны славить. После вот этого метрономный такой отчет, Галелу, то, сё, пятое, десятое, потом перечисляются к Туду. И 150-й псалом, 6 стихов, 5, ну на самом деле дюжина раз повторено слово Галелу. Прославьте. В общем, понятно, что это и есть Галел. Но обычай установлен все-таки читать другой немножечко порядок. И обычай, установившийся по всему народу Израиля, читают все-таки 145-го по 150-й. И вот здесь 145-й, он на самом деле не Галел. Вот это важная вещь. Это не посука и беземра. Это не часть ежедневного Халеля. Он сюда вставлен как в связи с другой фразой. Тот, кто каждый день читает Галал и Давид, вот этот 145-й псалом, тот никогда, значит, там так написано, тот, кто каждый день читает 145-й псалом, тот не останется с пустыми руками. В наших изданиях написано, тот, кто три раза в день читает 145-й псалом, не останется с пустыми руками. Я проверил по основным рукописам, которые сохранились. Есть такая версия и такая версия. То есть есть три раза, есть просто каждый день. По обычаю читают три раза. И в Виленском издании, в Венецианском издании три раза. Но вот 145-й псалом, он является как бы вступлением к этому Халелю. Почему? Очень просто. Если вы откроете книгу псалмов, то вы обнаружите, начиная с 14-го стиха, в 145-м псалом, который от Хилана и Давид, который был в памятном порядке, мы обнаружим, вот опять метрономное, с частотой метронома, как бы отмерено слово «коль». Все. Вот 14-й псалом. Хашем поддерживает всех падающих. Он выправляет всех сорвленных. Глаза всех на тебя смотрят. Открываешь руку и кормишь всех живых, все живое. Праведник Хашем во всех путях, предан во всех делах. Близок Хашем ко всем взывающим его. Хашем хранит всех любящих его и всех злодеев уничтоженных. То есть вот это вот всех упорно идущие. Причем так, на русском это всех, оно такое угрожающее, оно с свистящим звуком, да. На еврейке это «коль». Это такие вот колокол идет. «Коль хая, бэхоль драхай, бэхоль мааса, бэхоль кора, коль охаба, коль рашаим». Вот этот вот «коль», который идет вот этот вот, он вот такой вот более ударный по звучанию вещь. Вот это предисловие, после него становится понятно, что происходит в следующих словах. Вот это вот объединение по поводу «всегда, всех и всегда». При этом вот это «всех и всегда» понятно, что это предисловие к каждодневному, может быть, предисловие именно к каждодневному «халлелию», вот «всех и доземра», а не к праздникам, а не к чудесам, потому что речь идет о постоянстве, что чудеса – это не способ управления мира. Вот это довольно важная вещь, что мир, он существует по установленным законам. И вот эти псалмы, о которых идет речь, они ровно про повседневный закон. По этому поводу 146-й псалом, он как бы начинается, значит, теперь, вот они построены, псалмы построены, сейчас увидим, немножко в шахматном порядке. Значит, начинается так. Значит, ну я на русском буду читать. «Восхвали душа моя». Я приведу ее сюда, чтобы мне было легче читать, чтобы не вертеть головой, как сурок. Ты хочешь шитов? Не, не хочу. Зачем нам это нужно? Не, я не понял, что ты ищешь. Я хочу просто, чтобы не вертеть между двумя экранами. У меня в боку еще один экран стоит. И чтобы не крутить головой непрерывно. Значит, «Восхвалит душа моя Гошема». Да, начинается с «Галалуя», то есть «Восхвалите Бога». «Восхвалит душа моя Гошема». Я буду восхвалять Гошема пока жив, буду славить, пока существует. Вот это «БОДИ» это довольно сильно. Пока, вот «БОДИ», вот насладитесь просто грамматика иврита. «Од» – это еще, «ОДИ» – это еще я, «БОДИ» – пока еще я. Вот дословный перевод по этому поводу «Я буду…» «Пока еще я». Вот дословно это вот так вот переводится. Это просто, по-моему, надо наслаждаться такого рода пассажем, где и слово еще превращено в… ну вот что-то очень сильное. «Не полагайтесь на вельмож, на всякого человека, который не властного над спасениями. Уйдет душа его, вернется в землю, в тот день пропадет поддержка его». Давайте так перейдем слово «трудное». «Славен тот, у которого… помощь которого от Бога Якова, на которого следит, которого поддерживает Гошем его Бог». Вот теперь вторая… Это первая часть. Одна из двух частей состоит. Вторая часть. Вот теперь вот посмотрите, как работают две части. Гошем его Бог, тот, который создатель неба и земли, моря и все, что в нем. Тот, кто хранит истину вовеки, который делает суд ограбленным, дает хлеб голодным, Гошем освобождает пленных, Гошем дает зрение слепым, Гошем выпрямляет горбатых, вот, извините, не согбенных, а горбатых, с вашего позволения, это здесь важно. Гошем любит праведников, Гошем хранит пришельцев, сироту и вдову, и поддерживает их. Гошем правит вовеки, Бог твой циона во все века. Вот теперь, так как обосновательная фраза, почему не надейтесь на бельмож или на спонсор, давайте я по-другому приведу, хотите вот так, на меценатов, потому что слово надив означает и то, и другое. На самом деле слово надив это превознесенные, это поднятие. Вот. Он умрет, и вся поддержка от него. После этого, вот теперь, что имеется в виду? Есть Всевышний, который вечный. Он, а надейтесь на Бога, почему он сделал некую землю, море и все, что в нем, он хранит истину или верность во веке. А вот дальше идет очень интересный пассаж, который сильно отличается от предыдущего. Псалма. В предыдущем псалме говорится о помощи и заботе Всевышнего обо всем. А вот в этом псалме, начиная с седьмого стиха по девятый, перечисляются те, кто в наше время называется «Лица с ограниченными возможностями». Я правильно, по-моему, употребляю слово, да? Ограбленные, униженные, но которые оскорбленные, хлеб голодным, заключенные, слепые, горбатые, пришельцы, да? Люди... А горбатые слегка? Тяжелко, что мы ивритов, все-таки не вен, потому что так мы иноюзицы. А, кфуфим? А, кфуфим. А какой ты... А как ты хочешь... Нет, понятно, что я как человек аккуратный, который в печатном тексте, конечно, горбатые не поставлю, а поставлю согбенные из старого русского языка. Смысл-то от этого... Кфуф это... Скрученный, как буква П, как буква К. Они обе-обе горбатые буквы. Но, правда, здесь есть интересная вещь, которую я предлагаю подумать. Значит, среди вот этих вот лиц с ограниченными возможностями сразу за горбатыми написано «Хашем любят праведников» Цзеким. И не относит ли автор Цзеким к вариации на тему тоже относящихся к униженным и обиженным. Это интересное помещение слова «цадик» в этот текст, оно неожиданно, давайте скажем так. Но при этом... Вот я хочу обратить внимание, о чем идет речь. Вот теперь, когда мы заметили, что седьмой по девятый стих речь идет о людях с ограниченными возможностями, тогда мы понимаем, что здесь делает третий стих. не полагайтесь на благотворителя, а полагайтесь на Господа. Это Он вас поддержит. То есть, как бы адресация всего псалма, она про это. это псалом как раз для таких людей. Поэтому по поводу галилей навщи прославь душа моя речь идет про псалом хорнищик, хотите, из оперы Гунофауст. Вот это оно. Вот это оно. А так как от такого никто не гарантирован, а этим людям нужна каждодневная помощь, то это вот здесь. Причем, обратите внимание, Галель начинается с хора или с пения одинокого человека. Я не говорю, что здесь хор индивидуально прославить. Душа моя начинается с хора именно таких людей. И как бы с низов общества, да, ну, старопрежние времена, это точно низы общества, да и сегодня ограбленные, заключенные, ну, да. Так что вот это первый голос у Халеля, который установлен не Пураши, а который установлен Шурханарухом Халай. Зато 147-й псалом следующий за них это вообще нечто. Это вот больше всего я времени по-моему в своей жизни потратил на то, найти кого-то, кто скажет дело по поводу этого псалома. Потому что, ну, давайте попробуем. Я просто по-русски вычитаю. Халелуя! Ибо прекрасно петь Богу нашего, достойно славить его. Господь, строитель Иерусалима, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет тех, чьи сердца разбиты, перевязывает их рамы. Он знает звезды по счету и каждый по имени обращается. Так, звезды откуда вселись? Велик Господь, наш всемогущ, мудрость его неисчислима. Ну, понятно, значит, если он знает звезды, то мудрость его неисчислима. Поддерживает униженный Господь и злодеев повергает в прах. Мы куда-то другую тему попали. Пойте Господу благодарностный гимн, пойте Богу нашего под аккомпанемент арфы. Он покрывает небеса облаками, посылает дождь земле, покрывает зеленью горы. Господи, я поток переходов не понимаю и как раз искал кого-то, кто может этот поток хоть как-то покрыть и объяснить. Он дает пищу скоту каркающим воронам. Заметьте, перевод воронам, которые взывают, понятно, что ворон екрау, понятно, что вороны здесь каркающие, а не взывающие. Нет, конечно, крик ворона кар это взывание, так можно понимать, но в данном случае конечно это взывание. Не мощь делает коня угодным ему, не крепкие ноги человека вызывают покровительство его. Это мы только что у воронов побывали. Гатшай покровительствует боящимся его прославляй Иерусалим Господа. Опять Иерусалим появился. Он укрепил засовы врат твоих, благословил детей твоих, пределах твоих, установил мир на границах твоих, отборным пшеницей накормил тебя. Он посылает повеление на землю, стремительно несется слово его, он сыплет снег, похожий на шерсть, рассыпает и неподобный пеплу, откуда-то погода, разбрасывает лебришки, как крошки хлеба, кто устоит перед стужей его. Это блестящая поэзия, я просто не понимаю, как стихи друг к другу прилеплены. Посылает слово свое, все тает, подымает ветер, текут воды, он оглашает слово Якова постановление закона Израиля, не делал он это ни одному народу, поэтому законов его они не знают, галилуя. Я количество попыток хоть как-то построить логику переходов тем, а их здесь какое-то дикое количество, оно просто непонятно. Лучшее, что я видел по этому поводу, это был такой в начале 20 века, первый, третий, по-моему, он работал, Яков Поляк, который заметил следующее, но чуть-чуть перепразирую его, этот шалом, этот халель лучше всего прозвучит, если его будут читать на заседании сената университета, где встанет представитель от каждого факультета и произнесет свои стихи, потому что как бы собрались ученые и искусствоведы, потому что первый стих о музыке, второй о политике, третий о медицине, четвертый про астрономию, пятый про философию, шестой социология, потом опять музыка, потом природоведение, потом теология, потом опять политика, потом, я бы сказал, коммуникация, потом опять мы возвращаемся к природоведению и кончаем юриспруденцией. я понимаю, вот этот стиль, вот тот, кто помнит замечательный емки-пурный вот этот гимн, Кигенега и Кайоцер, да, где как бы представители каждой профессии говорят, что как, значит, там, стеклодув со стеклом хочет раздует, хочет сплющит, так и мы в твоей руке, Бог всемогущий, да, и так каждый, как сукно в руке вышивальщицы, хочет выпрямить, а хочет сомнет, так и мы в твоей руке, и так вот представитель каждой профессии сможет с удовольствием мы, как полином в твоей руке, хочет проинтегрирует, а хочет продифференцирует, так и мы в твоей руке, Бог мудрый и сильный, спеет математик, да, то есть понятно, что это вот куплеты, которые там, да, да, чтобы было понятно, эта традиция прямо из книги пророка Ишая идет, она не придумана в Махзоре, Йом-Кипура, но ее, этот гимн один из самых любимых, но вообще его можно спеть, просто предложить каждому по своей профессии, спеть что-нибудь на эту тему. Вот на самом деле действительно выглядит именно вот так этот Псалом, потому что как бы все области жизни, вот смотрите, Галилуя прекрасно петь Господу, Иерусалим строит, людей лечит, звезды выводят по счету, поддерживает униженных, он погодой заведует, он животными заведует, он покровительствует людям, он укрепляет города, он становляет мир на границе, снег тоже из-за него, вот Натану сегодня, представляете, что снег выпадет, и он будет в восторге, это же мозган, кондиционер на всю улицу, да, он же с радостью. Пешла весна, наступит лето. Это по этому поводу я здесь библейский расцвет, пору расцвета моего, это Меймэй Харпин, дни зимы моей. Обрат внимание, вот для русского человека дни моей зимы это глубокая старость, да, человек сидит белый там, перед камином, дни зимы моей, собьенный, укутанный, ну, А для израильского человека это наоборот, когда все цветет, зима, это же весна у нас, поэтому дни расцвета это дни зимы, так вот то же самое. Ледышки, как крошки с неба, стужа, это же да, летом мечта, но как бы возникает чувство, что автор просто напихал в один псалон вот все, что вокруг человека, вот погода от Господа, безопасность границ от Господа, птички от Господа, вот что вижу, то спел, так вот, и закон у нас от Господа, а поэтому Голливуя, вот это вот так вот выглядит, причем, вот честно, если бы кто-то знал хороший ключ к этому псалму, я бы его знал, я его не знаю, вот он вот такой, но это то, что читают каждый день, вот, обратите внимание на этот Голель, он такой вот, а вот 148-й псалом, на самом деле, он очень понятный, вот то, что Раши считает именно Голелем, 148-й, я сказал, и 150-й псалом, они Голель, по мнению Раши, и не согласиться с Рашей трудно, хотя еще раз, Голоха устанавливает, что все они Голели, но Раши говорит, Голель, это 148-й, 150-й псалом, почему? Потому что Голелуя, Голелу, Гошем, Мин, Гошем, вот по стихам, второй стих, Голелу, коем лохим, Голелу, коем лохим, Голелу, Голелу, пять стихов кредо, причем в каждой парно, в каждой еще парно это сделано. Вот, вот это Голель, Итак, Голелуя. Может быть, я прослушал, а что, то, что ты говоришь, Раша читает, что это Алель, в переводе на облазке, это Раша говорит, что это... Не Голель, а Пасухэй Деземра. Раша комментирует, тот, кто читает Голель, на самом деле понимает, как Пасухэй Деземра, и Раша, как Пасухэй Деземра, называет 148-й и 150-й псалом. Почему именно так? Потому что Раби Йоси назвал это Голелем. Каждодневно. Что называется Алелем? Прославление? Нет. Голель – это прославление, но есть несколько, в книге псаломов есть несколько Голелей, их три, по-моему, по крайней мере. Голель Митсраем, это от 113-го, то, которое мы читаем по праздникам, 107-й, по-моему, личный Голель, и вот этот Голель, каждодневный. Их, когда нужно различать, их называют как-то. Так вот, так как Раби Йоси сказал, что он хочет произносить Голель каждый день, то сказали, что Голель каждый день нельзя. Есть поставление мудрецов податное, когда произносить Голель, ну, плюс в случаях военных побед. Значит, по этому поводу, тот, кто читает Голель настоящий, тот, который мы читаем по праздникам, каждый день он махарефум говорит. Но на самом деле он имеет в виду поскольку это земра. Раши, вот чем хорош Раши? Он одной фразой правильно решает проблему. Он говорит 148-150 псалмы. Что он этим решает? Он говорит, что это не тот Голель, который вот египетский. По сути, это 148-150. Почему Раби Йоси назвал их Голель? Потому что, посмотрите, вы эти псалмы увидите, что это Голель. Потому что в них непрерывно слово Голель есть. В этом сила Раши. Он одной фразой решил и высказывание Раби Йоси, и поправку Храби Йоси. Это и есть мастерство, когда мы одной фразой решаем две проблемы. И вот это каждодневный Голель. Как раз вот 148-150 псалм по Раши. Но мы называем их Пасухаи до земра, потому что Голель, мы как бы привыкли Голелем называть Голель Мицраем. И чтобы не путаться, мы просто по-разному это называем. Окей? Нет, по-моему, нет. По-моему, непонятно осталось. Натан. Мне, честно говоря, тяжело, мне было проще. Может, мне надо просто открыть у себя. Голель Мицраем, честно говоря, наизусть не помню. Посмотреть, как это выглядит, чтобы вспомнить, как мы это говорили. Но как выглядит Голель Мицраем? Голель, бцет Исраэль, бцет Исраэль. А, так и скажи. Астагид Хилви. Так скажи так, тогда понятно. Халилу, я, Халилу, Абдея, Халилу, Шем Аданай, и так далее. Сказал по-человечески. Все понятно. Это и есть Голель Мицраем. Так, я все понял. Бцет Исраэль, и Исраэль, да. Но он начинается на Пшалом выше, чем Бцет Исраэль, и Исраэль. На Пшалом выше, чем при выходе из Израэля. Вот. Но это Халилль, который мы привыкли называть Халилем. Но дело в том, что почему мы то называем Халилем, а не Псалом 148, где слово Халилу повторено дюжину раз. Непонятно. 150 дюжину раз повторено слово Халилу. По этому поводу для удобства принято просто делать по-разному их называть. Так вот, Пасухейда-Земра, это тоже Халилль, это Халилль на каждый день, это другой Халилль просто, это другой блок, это сам. Так вот, 148, как раз, чем замечательный. Вот он логичен до я не знаю чего. Вот, что такое логика все равно? Это ровно как положено. Первая половина почти в точности повторяет сотворение мира. И вторая половина, только вначале не живой природы, а потом живой природы. Итак, 148 Псалом. Халилуя! Вас значит, воздайте хвалу Гачему с небес. Халилуга в Галилугу воздайте ему хвалу в высотах. Галилугу значит, воздайте ему хвалу все ангела его, воздайте ему хвалу вся армия его, воздайте ему хвалу солнца и луна, и воздайте ему хвалу все звезды сияющие, воздайте ему хвалу небеса и вода, которая над небесами. Это просто уже цитата из книги Береши, из рассказов о творении мира. Хелло, имя Гошема, ибо он повелел, и они возникли. И установил их вовеки законом, который неприходящий. Вот что здесь важно. Итак, первые четыре дня творения. Вот в пяти стихах небо, земля, небесный свод, на самом деле, ну, именно, скорее, небесная часть. Ну, да, потому что небесная часть, дальше пойдет земная часть. Значит, небесная часть. При этом, вот что здесь сказано безумно важное. Шестой стих установил их навеки законом вечным, дал им этот закон, чтобы они не нарушали. То есть вселенная работает тик-так по законам. Вот что такое каждодневный Галэль? Что такое каждодневное прославление? Вот вся эта механика небесная, работает тик-так, установленным законом, дал закон неприходящий. Никаких чудес. Вот почему важно противопоставление к халэлю египетскому? Халэль, который при выходе Израиля из Египта, да, это про чудеса, а это не про чудеса, это про тик-так, это про каждый день, про вот эту вот небесную машинку. После чего седьмого стиха халэло славьте Гошема с земли, земные твари и все бездны, огонь, град, снег, столб дымные, извержение вулканов, как я подозреваю это, бури, исполняющие волю его, горы и все высоты, деревья плодовые и все кедры. Ну, кедры, а разы, в данном случае, очевидно, деревья не плодовые, да, то есть деревья плодовые и не плодовые. Это у нас, какой день творения? Четвертый, да? Но, вот что, значит, Этнима в седьмом стихе, это как раз четвертый день творения, естественно, это пятый день уже творения, но вот чем замечательный восьмой стих, который отнес огонь, град, снег, как называется, вот этот столб, который над вулканом. Китор. Выброс магмы. Ну, нет, но все-таки пепла. Магма, китор, это не магма. Ну, хорошо. Там ашан, все, что хочется. Да, 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 дымный столб, да, и буря, которая выполняет волю его. Но, как бы, вот это, опять, вот это тикающее событие, которое в мире происходит внезапно, да, они не каждый день, но они тоже крутятся в этом, в рамках этого же закона. Равно как горы, деревья и так далее. Дальше, десятый стих. Звери и скоты и эти самые гады. Что с гадами? Присмыкающиеся. И птицы крылатые. Значит, это понятно. Это пятый, шестой дни творения. Одиннадцатый стих. Цари земные и все народы, князья и все судьи, правители на самом деле, правильно, правители земные. Парни. Слово бахур означает парень, но гвардеец такой, гвардейского типа парень. Отобранный парень. Гвардейцы и девицы, старцы и юноши. Слово на ар в Писании всегда надо проверять, потому что на ар в Писании используется в том же значении, каком французское «горсон». Мальчик, да, мальчик как прислуга. Причем в старом русском языке обращение мальчик можно было к бородатому дяде, который прислуживал в ресторане. Мальчик, это было принятое обращение. Ну, как «горсон» во французском, «горсон» во французском тоже мальчик. Значит, так вот, все они славки имя Хошема, ибо превознесено его имя, только его имя, оно «великолепие над землей и небесами». Слово «великолепие», которое перевозило, вообще-то слово «год», когда говорится про человека, это «аура». Вот теперь славьте имя Хошема, ибо только его имя и оно «аура» цветет, сияет над землей и небесами. Это вот такой вот образ. То есть имя, которое как аура над всем этим расходится, да, и он поднял рог народа. Ну, поднял рог народа, это всегда надо понимать простую вещь, я поднял рог, это на русском просто плохо звучит, возвысил, возвысил, просто возвысил надо переводить, потому что поднял рог, это непонятно для русского уха, и прославляют его все преданные ему, и вот появляется тема, и народ Израиля, приближенный к нему халилуя, как бы они здесь, как я уже много раз говорил, когда речь идет о международных, о космополитичных псалмах, народ Израиля в нем регулярно появляется как бы как герольды, как отдельные слуги, как рынды в старом языке, сопровождающие почетная стража где-то вот так. Значит, 149-й псалом, вот теперь опять, вот смотрите, вот, обратите внимание, они, псалмы эти идут, вот это в последнем блоке, они идут через один, вначале международно-космополитический, потом про Израиль, потом опять, вот они вот в таком шахматном порядке. 149-й, это «Галалуя», опять «Галалуя», «Ширулашем Ширхадаш», «Поете Гашему новую песню», «Дьелата Бакхальхазеда», «В собрании, славьте его в собрании преданных ему», «Радуйся, Израиль, создавцелю его сыновьям». Вот, обратите внимание, в прошлом стихе как бы происходит следующее, происходит творение небес, творение животных, потом рассказывается про творение царей, князей, правителей, а потом упоминается в последнем стихея народа Израиля. Как бы он последнее створение. Он как бы еще одно творение над всем предыдущим, над в смысле достройкой, не в смысле царя, а в смысле надстройкой над уже существующим. Вот это является переходом дальше. Теперь, вот теперь это уже израильская чистая вещь. Вот 149-й Псалом. При этом мудрецы, вот очень интересно смотреть, что мудрецы делают с этим Псаломом. Итак, пойте новую песнь, ну, наверное, старые все стерлись, пора новую спеть. Вот, которые про новую реальность, да, какую-то. Значит, пусть радуется Израиль создателю своего, ликуйте дети Сиона, радуйтесь перед царем своим, ставьте имя его в танцах, в хороводах хотите. На бубге, хотите слово тамбурин, скажи, и арфе. Вот теперь замру – это петь или музыка, не очень понятно там по-разному. Ибо Гошем покровительствует, любит свой народ и спасением украшает униженных. Вот дальше пятый и шестой стих просто мудрецов порадовали. Радуйтесь, «Оказанный вам честью преданной ему, рассказывайте на ложах своих хвала Богу на их устах, а в руке их меч обоюдоострый». Так, по-моему, мы приплыли. Потому что пятый стих, значит, мы порадовали игрой на арпах и на ложах. После того, как мы легли на ложе, вообще-то спать пора, да? Вечер наступил. И с хвалой Богу на устах, и с мечом обоюдоострым мы спать пошли. Я не понял, откуда меч взялся. Я не понял. Мудрецы тоже посмотрели на этот обоюдоострый меч, который вроде не на месте взялся. И дальше следует совершенно потрясающе. Я напоминаю, что читается перед сном. «Криад шмальга мета, гены метатошали шламо, вот ложа Соломона, шишим гебурим сави флах, шестьдесят, это цитата из песни царя Соломона, шестьдесят героев вокруг него, богатырей вокруг него, все вооружены мечом от чудища ночного». Собственно говоря, вот здесь, вот на этом паре построено чтение шмальга мета, вот эти дополнительные отрывки для защиты от чудищ ночных, которые там читают. Они здесь, вот этот Солом является основанием для того дополнительных чтений шмальга мета, которые являются защитой от страхов ночных. Но давайте дальше прочтем все-таки. «Чтобы отомстить племенам, исполнить приговор народам, заковать царей в оковы, знать в кандалы, исполнить над ними предписанный суд. И это великая честь или слава, великолепие для всех преданных ему». Я… Но… Обычный комментарий здесь не мой. Это песнь для после войны Гога и Магога. «Тогда преданные ему, которые с мечом радостные легли спать…» С мечом – это война, которая только закончилась еще не окончательно. Взять пленных, устроить над ними суд и радоваться жизни. Поэтому начинается «Шир Хадаш». Новая песня – как бы это холод для будущего. почему Раша, например, его пропускает, потому что это не на каждый день, это на будущее. И тогда понятно, почему кого-то надо из чужих царей взять в плен, отдать под суд, заковать в оковы, ну и тому подобное. Зато 150-й Псалом. Раша говорит, это есть истинный и честный Галель, как его и требуется. И это действительно Галель-Галеля. Последний. Да. Значит, славьте Богу в святыне Его, славьте Его в небесном чертоге Его, славьте Его в Его могуществе, восхвалите Его по величию Его. Дальше следуют просто инструменты. Славьте Его трублением в шафар, славьте Его арфой и лирой, славьте Его бубнами и плейтами, славьте Его струнами и пугав, не знаю, что за инструмент, но, по-моему, духовой какой-то инструмент. Славьте Его литаврами, славьте Его фанфарами, колька нашамата галалья. Всякая душа, вот здесь вот некоторый фокус, я хочу заметить следующее, который двойственный с последней фразы, вот, когда читается два раза, я могу сказать почему. Колька нашамата галалья, халилуя, имеется в виду вся моя душа или каждая душа. Считать это можно обоими способами. То есть все хвалите или каждый, или всякий хвалите. Поэтому говорим два раза. Итак, на самом деле, вот последний галаль, судя по перечислению инструментов, мне очень хочется его послушать, у меня есть подозрение, но не только у меня, что вот эта вот прелесть, вот этот галаль исполняется оркестром левитов, где на каждый стих с указанием музыкального инструмента выступает инструмент, указанный диризором, который упоминается. Значит, вот диризор, шафарами, лирами и арфами, арфами и лирами. Значит, тогда арфы, лиры и шафар, значит, и в конце, значит, потом в следующем стихе, значит, вступают бубны и флейты, что-то щепковое, и вот этот угав, который, похоже, очень большая басовая труба. На греческий это слово переводится симфония, симфония – это разновидность очень большой флейты пана, органа, предокоргана. Значит, и так далее до конца, а в конце, коль га на шамата галалья, значит, есть современный кто-то из авторов пишет, что это все духовые инструменты, я не верю. Я подозреваю, что тогда в конце диризор говорит, что каждая душа пусть вас хвалит, и оркестр в унисон всем, чем у него есть, переходит на крещендо и забацывает галалью уже вот всем, что есть. Но это вообще тупить возможно? Слыха. Да, конечно. Я не уверен. Я не уверен. Послушай. Почему? В унисон забацать всем оркестром, послушай, как русские, только не в том, как это играют французы или итальянцы, послушай, как русские играют последнюю часть четвертой симфонии Чайковского, где в ополе Березонько стоял и в унисон забацывает весь оркестр большой симфонический. Слыха. Слыха, слушай, угас. Послушай, как в ополе Березонько стоял забацанным всем оркестром Мравинского. Найди Мравинскому запись и послушай, как этот номер проделывается. Был когда-то эксперимент, когда пытались исполнить этими же инструментами вживую? А, теми древними? Ну, более-менее. Древние инструменты сегодня не повторить. Я не верю. На данный момент, по-моему, данных не хватает двойные. Я название всех инструментов перевожу более-менее условно. Но, вот в чем я уверен. Кенор – это заведома лира, потому что она изображена на полтиннике. Окей? Не скрипка. Но не скрипка. Нет, 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 это не смычковый инструмент. Кенор – это вот то, что изображено на израильской полтиннике. Да. Ну, если я сейчас порыщу, я, может быть, найду его. Видно, нет. О! Вот это Кенор. Да. Вот он Кенор. Это еще улица, на которой мы живем, в общем-то. Да, но Кенор – это вот этот инструмент. Он из состаренной монеты снят с надписью Кенор. Поэтому сомнение в том, что это такое. Что такое Кенор у нас нет. У нас есть просто изображение древнего с подписью Кенор. Значит, здесь все ясно, что такое Кенор. Что такое новель, тоже ясно. Как это ни странно. По причине того, что слово новель нам известно как… Все знают, что такое набла. Набла – это перевернутая дельта. И вот если взять дельта, знаете, греческая дельта – это треугольник просто. Ну вот русская дельта – только без ножек. Греческая дельта, заглавное, это просто треугольник. Так вот, набла – это перевернутый треугольник. А тем самым это лира. Потому что там повторена форма лиры. Окей? Поэтому арфу и лиру мы более-менее отождествляем. Хотя их много вариаций. Вопрос, сколько там струн, конечно же. И каких они размеров, и как они построены, там много. Мэйр, можно уточнить, мэйр? Да, да. Арфа и лира – это не идентичные инструменты. Лира… Это разные инструменты. Спасибо, да. Лира держат в руках на коленях, а арфу на карке, на светлой земле. Ее на колени не поставишь. Я не… В том числе… Обычно я их различаю, на самом деле, по постановке к резонатору Маневящиху. Причем здесь это? Арфа в 10 раз больше, чем… Арфа – струны, расположенные вертикально к резонаторному ящику. Правда ли? Нет, мы больше вас на этом уперлись, насколько я буду. Мэр, я, конечно, извиняюсь, но в арфе нет резонаторного ящика. То есть! Нет, нет, нет. Я просу вас. Вы сейчас пойдете, откроете какую-нибудь статью об устройстве арфы и посмотрите. Но огромный резонаторный ящик. В арфе нет резонаторного ящика. Ну, не может быть щипкового инструмента без резонаторного ящика, если это не кельмандар. Очень даже может быть. Вы можете… Кельмандар – это палка, на которую натянута рояльная басовая струна. И мы на ней делаем дрень-дрень. Это единственный инструмент без резонаторного ящика среди щипковых. Что смешного нет? Давайте домашнее… Я прошу вас. Вы не будете сейчас со мной спорить. Откроете статью арфа, например, в Википедии. Я надеюсь, там есть ее устройство. Я ищу, я ищу. Продолжайте. Я вам зачитаю то, что там написано. Извините, можно тут что-то сказать? Это Эмиль говорит. Прорезонаторный ящик, я надеюсь. Нет, вы пока ищите, а я хочу просто вернуться к псалму. Вы меня заинтриговали, этот 147-й. И я пытаюсь как-то найти какую-то закономерность в нем. Я говорю, мне очень хочется его заставить исполнять Сенатом университета. Да, я хочу попробовать вот тут что-то сказать про него. Про этот вот Халюки Товкин. Значит, я тут посмотрел все. Я думаю, что есть как бы тут две линии, перемежаются. Вот то, что вы сказали, в шахматном порядке. Здесь это в одном салме как бы все сочетается. Три линии. Можно выяснить? Иерусалимское и людей, как народов. Я думаю, что тут три линии. Ну, смотрите, я вам скажу, дайте я скажу, вы потом скажете. Значит, какие линии я тут вижу, значит, эти две. Значит, ну, понятно, что первая строка, она всегда самая информативная. И она как бы заявляет о смысле всего псалма, да? И чем же он хорош, да? Китов, значит, здесь есть как бы 20 всего пасуков, значит, среди них 10, которые говорят о каком-то действии Всевышнего, значит, определенном, да? Значит, связанным с возвращением в Эрс-Исраэль, с собиранием народа и возвращением, да? А 8, вернее, да, 8, они как бы связаны с поддержкой того, что Всевышний делает все по своему, значит, желанию. И все эти чудеса, вся эта природа, она как бы украшает, да? Вот здесь как бы тоже такое полифония своеобразная. Вот, получается, что, а два пасука, значит, первые и последние, там как бы не происходит какого-то такого конкретного действия, да? То есть они там, получается, тогда 10 плюс 8 получается 18, но это как бы дополнительный момент, да? Вот, но основное это то, что здесь, если прочитать все эти пасуки, все время речь идет о том, как возвращается народ в Израиль. Это главный сюжет этого псалма, и в этом он топ. Я подозреваю, вот если честно, если бы я сейчас говорил про этот псалмул, а не про Галейль, то я бы сказал, что это поэтическая форма возвращения изгнанников Сиона. Вот смотрите, строит Ярусалаем, собирает Нитхейс Раэль, лечит, ну, изгнание разбитых сердца, перевязывает их раны, да? Да, да. Пересчитывает их, как пересчитывает звезды, каждого по имени называют. Здесь вот этот вот образ, как выпускают звезды, называя каждого по имени, вот этот псалмал. Да, это можно сравнить, да, здесь уже идет лирика такая, да. Дальше, велик наш господин, сильный, и его разуму нет, это все связано с возвращением. Да. Он несчастных, униженных и так далее поднимает. Они благодарственно поют. Дальше идет, выглядит так. Вот эта буря, которая с 8 стиха начинается, покрывает небо тучами, готовит это самое, произрастает на горах, покрывает зеленью горы, дает хлеб и так далее, и не благодаря силе коней. А Гошем выбирает тех, кто полагался на него. Благослови Иерусалим. То есть вот это покрытие гор, это на самом деле, мне кажется, вот если я это читаю, как возвращение изгнанников Сиона, то покрывает небо тучами, это вот это изгнание неба покрывает тучи. Но в это время, вот в этой тьме и в дурной погоде произрастает хацир, новая зелень, та самая, которая не военной победой и не бегом, а Гошем хочет тех, кто полагается на него. Это то же самое. Вот эта погода, это погода перед возвращением изгнанников. То есть это, как письма, возвращение в Сион, мне она кажется очень правильной. Ибо укрепил ворота, благословил детей этого же в Сион. Он установил мир в границах, накормил пшеницей, посылает поведение на землю, быстро прибегает. Дальше следует рассказ про то, что опять это возвращение. Когда все замерзло, вот это изгнание, снег, имей, льдышки, кто стоит перед сушей его, главное это 18 стих, он посылает слово свое, и все тает. Подымает ветер, текут воды, и опять, как афикин бнегев, да, как потоки в негеве. Когда Хошем возвращал изгнанников Сиона, он возвращал их, как потоки в Сион. Он оглашает слово свое, как постановление, законы. Сделал он это не одному народу. Понятно, что я как раз, если бы я не читал это, как по суке беземра, то есть к седури в рамках халаля каждодневного, то, безусловно, я бы все это отнес к возвращению Сиона. И погодные проблемы, которые здесь описаны, дождь в стихах 8, 9, коней в 10 и 11 разрешение этой ситуации, и повторение в 16, 17, 18 стихе – это возвращение, это изгнание, описанное как непогода, и возвращение как возвращение, вот, это именно вот так. Я бы читал это так, если бы не пытался в данном случае комментировать по суке беземра, как псалом, безусловно, это галль, возвращающаяся в Сиона. Мне кажется, это прозрачно. Но! Но! Я скажу, почему псалом? Почему это псахедитемра, я хочу сказать. Вы сказали тут о символизме. Это может быть все, конечно, но здесь некоторые, мне кажется, все-таки есть аллюзия на этот символизм, который вы говорите, значит, связанный с природой. Мне кажется, что природа – это просто тот же самый гимн. То есть тучи, они всегда считались очень желанным таким, когда тучи, несущие дождь, да? То есть это просто все то, что связано с природой, это поддерживает этот гимн как славу Всевышнего, как его силу, как его, то, что он, эту всю красоту. Вот когда возвращается человек, допустим, на родину, и все, и он все это чувствует, эти запахи, эту природу, и все это сделал Всевышний, понимаете? То есть это с гимна природы, туда, куда вернулись эти евреи, понимаете? Я не вижу здесь гимна природы. Гимн природы – это какой-то 90-й, какой-то псалом, я вам могу поискать. Ну, 102-й есть. Я бы сказал, что все-таки это возвращение изгнальников. Но опять же, дождь и стужа – это как раз описание того, что было в прошлом. Почему? Это красиво все. Я чувствую в этом просто красоту, просто наслаждаюсь как бы этой картиной, вот, я не знаю. То есть мне это все нравится, то есть я чувствую в этом силу. Как вы в целом о возвращении в знание собираетесь читать два стиха 16-й и 17-й о холоде и стуже? – Ну, это все красиво. И вот, например, когда здесь жарко. – Холод и стужа – это снег в Иерусалиме. Мы ждем его, когда он, наконец, уже выпадет, этот снег. Вы понимаете? Мы ждем летом, когда, наконец, будет холод. – Безусловно, то, что здесь описано, здесь снег, он описан как нечто красивое, скорее, чем холодное. – И жирки, и пары, и все это, все это очень, все это красота природы, понимаете? Красота израильской природы, я бы так сказал. То есть домашняя природа, куда возвращается? Возвращается к той природе, с которой были изгнаны. То есть это дом. – Ага. Ну, да. Но, опять, я не готов сейчас доказательно… – Ну, хорошо. У меня такая идея, вы попробуйте. – Опять, то, чему я начал в прошлый раз. Есть разница между комментарием псалма и комментарием псалма в книге Сидур, в молитвеннике. Они регулярно используются там по-разному, имеют несколько разный смысл. Они туда помещены, те псалмы, которые когда не помещены в Сидур, уже помещение тому факту, что они помещены в молитвеннике, на них ставят другой свет, свет, который предполагается в молитве. И это регулярно, кажется, немножко другой свет на них ставится. По этому поводу я-то, в общем, на полном серьезе приводил этот пример, псалом, который в книге псалмов, безусловно, утренний, а в Сидуре он вечерний. И переводить его надо именно в псалме, в Сидуре его надо переводить как вечерний псалом. Хотя в книге Таилим это, безусловно, утренний. Но именно тот факт, что он стоит, заставляет нас подумать, что хотел делать тот, кто поместил этот псалом сюда, в молитвенник. И вот тогда, если это в молитвеннике, то и это повседневное пасукэ до земра, да, то возникает вопрос, и действительно серьезный вопрос, что он здесь сделает, если мы говорим, что халлель у пасукэ до земра – это халлель каждого дня, то песнь, возвращающаяся Сион, днем лишняя, при таком чтении, при таком понимании. Поэтому тот, кто его сюда поместил, он имел в виду, как-то он по-другому его читает. Вот что я пытаюсь сказать. Смотрите, тут очень просто, тут ведь все они начинаются с аллилуйя, все они начинаются с восхваления, все эти гимны восхваления. Это просто изначально, изначально они посвящены именно этому, понимаете? Таких полно других есть еще. Ну, правильно, но, очевидно, выбраны такие, которые, так сказать, еще соответствуют какой-то истории. Обычно либо это, значит, связано с Алифбет, либо связано с сотворением мира, либо связано с историей, которая, как она и проходит через всю Тору. Ну, мне кажется, что вот смотрите, еще раз, посмотрите на то, что является вот душой халеля. И я не готов створить с Раша, а тут 148-й псалом, 148-й и 150-й псалмы – это душа посыка и безумра. Безусловно, душа посыка и безумра – это 148-й псалм. Значит, это душа, когда вот вся вселенная, знаете, вот седьмой стих в 148-м псалме, если читать, как читают израильтяне, да, ну, плохо знающий библейский иврит, то седьмой стих «Славьте Хашемы с земли, крокодилы и всяческие бездны». Слово «таним» в современном иврите «крокодилы». Ну, да. Представляете, крокодил, поющий песни Хашему – это вообще сильно и красиво, безусловно. Да, да, конечно. Для тех, кто там зрительно это представляет. Понятно, что имеют твари гигантские, да, окей, вот, но, ну, вот как-то так. Вообще, какой, может быть, вопрос такой, вопрос, может быть, не знаю, провокативный, может быть, какой имеет вообще смысл, скажем так, имеет ли смысл искать логику в том, что кажется свободным душезлиянием? Я не знаю, может быть, я не хочу сказать, что это Чукча, который поет то, что он видит. Но тут мы видим как бы словесное выражение какого-то очень возвышенного несвойства нормальному человеку состояния. Подходить к этому с рамками какой-то логики, понимаешь, и искать, я не знаю, но это имеет ли это... Но вы же от своего имени читаете вашу душу, если это укладывается в вашу душу, эти слова, без всякой логики, то все в порядке, может, ничего не объяснять. Но это же то, что я читаю. Окей. Если вы хотите, что здесь нет никакой логики, а это просто состояние, и вы можете в него войти, не понимая даже смысла слов, то все в порядке. В конце концов, это ритмическая проза, это поэзия, и регулярно просто шум и движение стихов достаточно бывает для того, чтобы... Мне близко то, что сказал Эмиль. То, что сказал Эмиль, мне где-то близко. Ты чувствуешь музыку, даже на уровне того иврита, который мы знаем. Ты чувствуешь какое-то возвышенное состояние. Но докопаться до логики, почему здесь говорится про солнце, а здесь говорится про луну, а теперь говорится... Смотрите, моя цель заставить над этим подумать и найти, что вы здесь читаете. Я могу только давать подсказки, потому что это поэзия. Как любая... Вот смотрите, представьте, что я выступаю как критик, который говорит, значит, вот знаете, школьное, любимое, что хотел сказать Пушкин, когда написал «Мой дядя самых честных правил». Извините, он не оставил мемуаров и не написал, что он хотел сказать. Он хотел сказать, что «Мой дядя самых честных правил». Он вот что написал там, что хотел сказать Пушкин, любви все возраста покорно. Вы знаете, вот что написал, то и хотел сказать, как я подозреваю. Он достаточно хороший литератор, чтобы написать, выразить то, что хотел выразить. А что он хотел, я понятия не имею. Так вот, критик, когда выступает и говорит «здесь сказано», вы прислушиваетесь к нему. Иногда, я хочу обратить внимание, иногда замечание критика заставляет вас по-другому прочесть стихотворение, понять по-другому, по-другому настроиться. То же самое. Комментаторы, кроме понимания слов, которые само по себе важны, регулярно ставят цвет, обращаются, что это должно, что говорит этот душе комментатор, и вы должны просто понять, говорит ли вам это то же самое, эти слова. Это ведь комментатор, особенно в книге псалмов, это попытка помочь читателю. Вы можете читать это совсем по-другому. Андрей, я вижу с поднятой рукой просто. Да, давайте. Во-первых, сейчас секундочку, Андрей, обязательно сейчас скажет, что ты хотел сказать. Вот мы вклеили здесь вместе, я и Тимофей, из Википедии по поводу арфы. Матан, дико извиняюсь, про арфу написано, резонатор, горбузящий, длиной приблизительно одного метра. Он огромный там, потому что я же эту арфу разглядывал регулярно, и те самые арфисты к нам на Бен-Ягуду. Матан, ты слышишь, во-первых, викпедия мне не указ, вообще это не официально, и там мне написано, что это уже резонатор, понимаешь? Окей, обязательно. Хорошо, это было некто... Я понимаю, что это неинтересно, я понимаю, да, но ты-то сказал, правильно, что вот в викпедии написано, я тебе отвечу, что это уже резонатор, окей? Окей. Там другой... Я не знаю, что такое резонатор. Там другой резонатор. Хорошо, я извиняюсь, что я сказал про это, давайте дадим Андрею. Андрей, пожалуйста, мы тебя слушаем, стиха. У меня вопрос про Махоль, которое в 150-м переведено как флейт, а в 149-м как танец. Да, а что? Это хвалили там что-то? Ну, не, Махоль как бы много где, как танец, хоровод встречается, а вот какие основания... Очень просто. Так как в 150-м псалме идет перечисление музыкальных инструментов, то, извините, поставить в ряд бубен, щипковый инструмент, слово «миним» – это то же самое, что и «нимем», да, струны, да? И какое там следующее слово в этом? «Нимем» и «угав». «Угав» 100% какой-то духовой, по всей видимости, низкого звука, духовой инструмент. Поставить туда танец, мне кажется, это неправильно, а тем самым произвожу слово от слова «холель», «халиль» до «флейта», и, соответственно, перевожу первым попавшим... Опять, я же говорю, что все названия очень условны, переводы музыкальных инструментов, мы их не знаем. Иногда более-менее то, что «тов» – это бубен, но опять какого типа бубен, с бубенцами, без бубенцов. Или это просто барабан, или это какая-то из разновидностей многочисленных барабанов, мы же этого не знаем. Например, инструмент, который в наше время, по-моему, не существует. Подозреваю, что один из инструментов здесь, представьте себе, барабан, внутри которого натянуты струны. Вот такие инструменты были. Они сейчас... Он и сейчас есть в Южной Америке, называется «Кахон». Так? Кахон. Я не знаю, что это. Это такой ящик, на котором сидят и барабанят. Это может быть большие вибрации. Да, он двойную функцию выполняет, да. Очень популярный. А если учесть еще привычку музыкантов, разные вариации одного и того же инструмента еще по-разному называть, да? Например. Что там у нас? В лиду гобойном. Гобой, английский рожок. Фагот, по-моему, тоже гобойный инструмент. Хотя это просто ряд один и тот же, но каждый инструмент имеет разное название. Поэтому здесь еще начинаются вот такие проблемы. Почему вы хотите все духовые инструменты, и трубу, и тромбон назвать одним инструментом? Нет, труба и тромбон – это разные инструменты. Это лисный гобойный. Это лисный гобойный. Они по-разному устроены. Да, конечно. И системы разные. Правильно. Но вот фагот, английский рожок и гобой устроены одинаково. Двойная трость. Не обязательно. Они просто разного тона. Один и тот же инструмент, он же бомбарда. Вот еще одна вариация на эту же тему есть. Нет, абсолютно плаванная система другая, и трости разные. Нет, нет, нет. Это вы, Бема, вы современные гобои говорите, а я говорю про старинные гобои. Старинный гобой, он вообще называется английский рожок. Других не было. Эй, нет, нет. И там и строят гобои. Остановитесь, пожалуйста. Остановитесь, пожалуйста. Посмотрите статья Бем, по-моему, мастер Бем. У меня высшее музыкальное образование, 14 лет. Я понимаю. Но вспомните, когда все это обложки для гобоя стали делать, и это пропанные схемы. Посмотрите, когда их придумали. Их придумали в 40-х годах 19 века. До этого не было всего этого еще. Этих клапанов механических еще не было придумано для гобоев. Они, по-моему, бьем фамилии мастера. Не все их понимают. Давайте вынесем как бы на поля. Это интересная тема. Это интересная тема, но боюсь, что для меня она слишком сложная. Естественно, я поверхностно знаком с музыкальными инструментами, которые существовали в древности. Я более-менее представляю, более-менее именно, представляю, какие бывают современные инструменты. Но обсуждать это со мной найдите, например, Артема Баргавтика и поговорите с ним. Он уж точно знает. Лучше Зисмана, который все знает про музыкальные инструменты в оркестре. И книгу даже по этому поводу не писал. Спасибо большое, что я с вами не спорил и ничего с вами не выясняю. Я вам просто хотелось. По этому поводу, это довольно странно, потому что я настолько не специалист в этом. Просто внешне, зрительный, я себе представляю кучу инструментов. Давайте сейчас, может быть, что-то более, не то чтобы существенное, но больше связанное как бы с материей самих Таилим, а не с музыкальными инструментами. Хотя мы живем в районе, в котором все улицы называются именно этими музыкальными инструментами. Да, я, например, живу на улице Цельцаль, которая упомянута в 150-м псалме. У нас знакомые живут на улице Угав. Это напротив меня улица Угав. Вон дома, которые у меня за спиной, это улица Угав. Вот раз у нас все эти музыкальные инструменты здесь представлены. Вот кинор, шафар, что там у нас еще идет. Это очень интересная деталь, играя на нас. Тут ниже улица есть. Да, все. Господа и дамы, скажите, пожалуйста, по существу у кого-то есть вопросы. Рэп Шимон. Гриша, мы вас слушаем. Про Таилим. Кто-то что-то хочет. А мне можно вопросик? Только не про Таилим. Только не про музыкальность. Ты нас загнал. Ну хорошо, мы тебя слушаем. Натан, извини, ты каждый раз меня как-то иссякаешь. Меня начинает надоедать. У меня такая роль, у меня неблагодарная роль. Ты готов выслушивать монологи, никого не прерываешь. Меня все время прерываешь. Должен быть. Нет, старик, мне твои изменения не нужны. И того тоже мне не нужны. Или ты как бы... Окей, мы тебя слушаем. Что я не скажу, все не в тему. А вот давайте это оставим. Давайте это оставим. Мы тебя слушаем. Мы тебя слушаем. Старик, тебе почему-то можно все обсуждать и комментировать. Кстати, если тебе интересно, не я начал. Про арфу, про угарфу. Мы хорошо. Не перебивай, пожалуйста. Что ты меня перебиваешь? Я же тебя не перебиваю. Мы тебя слушаем. Ты можешь по существу спросить вопрос? Я тебе говорю кодом, коль не перебивай меня. И не я начал про музыкальный инструмент. Оставь сейчас разговор. У тебя есть. Мы тебя слушаем. Что значит оставь? У нас тогда не делать замечания. Я вопрос слушаю. Два вопросика. Вы по 145-му говорили про множество повторений. Коль, 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 коль. На хон? Типа звучит как колокол. Читается не коль, а холь. Потому что там не тав, а хав. Поэтому как бы... Ну, смотрите, зависимость от стихи. На слух это не так, как бы, это мягкий хав. Хав такой. А не коль, коль. Это первое. Второе. Все-таки кфуфим – это не горбатые. Это согбинные. Такая разница. Потому что горбатые на иврите – это баль гибенет. Нет, это в современном иврите. Ну, что значит в современном? Кфуфим – это в современном иврите. Аккуратно с пластами языка. Просто очень аккуратно с пластами языка. Кфуфим – это не сагбинные. Я буду аккуратным, но я нигде ни в одном переводе не видел слова горбатый. Просто естественно. И обратите внимание, я не перевожу горбатый, я перевожу сагбинный. Просто потому что в современном переводе слово горбатый ставить можно только, когда вы говорите про этого самого Квазимоду. Сегодня не положено говорить горбатый. И естественно, я не пишу так. Я пишу сагбинный. Но вопрос, что вы имеете в виду, когда говорите сагбинный? В смысле какой? Илья, вы имеете в виду, я хотел иметь в виду, что вы говорите, что я бы перевел и я перевожу как горбатый. Я перевожу как сагбинный в письменном виде. Нет, вы сказали, что это агбинный, а я вот перевожу. Окей, беседу. Но в устном тексте я считаю, что там 100% горбатый, не 100%, а 98% горбатый, просто потому что в ряд, опять то же самое, когда мы говорим про ряды, то вы говорите голодные, заключенные, слепые, горбатые. Окей, но лояшар, кафу, взы, лояшар. Да, но вы в этот ряд посмотрите как-нибудь любой средневековый список вот этих бродячих нищих. Там слово горбатый обязательно появится. Слепые, горбатые и тому подобное, покрытые язвами и прочие вот такие вещи. Просто представляя реалии тогдашнего времени. Я хочу заметить, мы живем куда более правильное время. Мы к людям с ограниченными возможностями относимся куда более по-человечески. Более того, кроме того, что мы так относимся, система устроена так, что они могут занять достойнейшее место в обществе. Правда? В старопрежние времена для таких людей это были действительно окраины общества, потому что для них регулярно были закрыты дороги. Сегодня это совершенно по-другому. Сегодня все иначе. Но книгу-псалму мы можем переводить сегодняшним, но распрямить Сутулова, честное слово, это, понимаете, вы же хотите сказать, что Кафуф, это скорее современный иврид, это человек, который униженно склоненный. То есть Кафуф, не важно, он кому-то подчиненно склоненный. Но здесь нету этого оттенка. Ну, во-первых, я ничего подобного не говорил, и я не хочу это сказать. Я хотел сказать, что большинство комментариев, которые я, по крайней мере, слышал, нет ввиду небуквальной понимания. Не перед кем-то склоненный, кем-то угнетенный. То есть человек может быть подавлен своими проблемами, своим духовным состоянием, я не знаю, своими духовными внутренними проблемами. Хорошо склоненный, склонившийся, согнутый перед миром. Но, еще раз, если вы слепого перекомментируете, пожалуйста, но буквальный смысл, голодный – это голодный, заключенный – это заключенный, слепой – это слепой. Кто сказал, что нужно понимать буквально? Я? Вы правы полностью. Можно понимать в переносном смысле все это, но тут вопрос, что должен делать бедный переводчик. Он не имеет права переводить в переносном смысле. Это будет уже перевод, а что-то совсем другое. Матан, послушай меня секунду. Я уже все понял, молчу, все понял. Нет, дело не в том, но есть бедный перевод, послушай, старик, мы всех какой-то, спросил вопрос, получил ответ, но это не может быть диалог. Седор, все замечательно, все. Я согласен с тем, что это может понимать. Я хочу, чтобы ты это говорил не только мне, Беседор, не только мне. Нет проблем, нет проблем, нет проблем. Проблема у тебя, проблема. Почему-то других ты выслушиваешь и не перерываешь. Послушай, сейчас это не обсуждается, слиха, но оставь, потом поговорим. Хорошо, я понимаю, административно. У кого-то есть еще вопросы по существу? Окей, смотрите, если у нас больше вопросов нет, я предлагаю на этом остановиться. Хорошо, я предлагаю всем… Один момент, можно? Да, пожалуйста. Сейчас, я могу пока ты ищешь технически сказать. Ага. Я предлагаю всем подумать. У нас тема очень широкая. Это еврейский книжный шкаф, первоисточники, классические тексты. По существу мы специально сделали такое название, чтобы дать возможность обсуждать все написанное, скажем так. Поэтому к вам большие пожелания. Пожалуйста, напишите нам в любом доступном вам виде, что бы вы хотели, о чем бы вы хотели узнать, тему наших следующих занятий. Продолжать это или начать с какой-то другой книги и так дальше. Мы будем как бы вполне прислушиваться. Окей? Натан, дело в том, что просто очень интересно. Допустим, у меня нет вопросов просто потому, что нет вопросов. Просто потому, что я слушаю и заслушиваюсь. Ну, я понимаю, да. Но ты мычи иногда. Но это тоже, понимаешь, должен быть какой-то отлик. Понимаешь, я не знаю, народ заснул. Подакивай, говори что-нибудь. Это мое пожелание. Мы не спим, Натан, мы тоже заслушались. Ну да, а то так и становится впечатлением, что только я борюсь с Матаном. Не очень интересно, правда. Я всем советую камеры по возможности включать, чтобы как-то кивать и подавать знаки электро намного проще, мне кажется. Вдруг камеры размахивать, я не знаю. Смотрите, мне смотреть на кого-нибудь, когда я рассказываю, просто намного легче говорить, потому что я все-таки как-то вижу. Так же вы и люди, господа и дамы, включайте камеры, некого бояться. Я не понимаю. Да что же это такое? Я все время не туда попадаю. Скажи, что ты ищешь. Понятно, почему я не туда попадаю. А, все, извините. И сорок третий. Сорок третий. Можем тебе помочь? А, тридцать девять, потому что я не тот стих смотрю. Я тем временем делал обычную работу, но просто мне стало страшно, что неужели я такие вещи не заметил. Я тем временем просто сделал проверку, там вот все эти слова согбенные, которые согбенные не вот из такого списка, а там, где принято переводить слово согбенный. Так вот там другие глаголы абсолютно используются. Не кафуф. Глагол кафуф, он специфический очень. В современном кафуф это подчиненный. У кафуф, ле, и так далее. Да, но дело в том, что... Ле ми а та кафуф, кому ты подчиняешься по работе. Правильно, но это же вопрос о современном иврите. Да. А современный иврит все-таки не является тем, чем... Ну, конечно, да, ну, понятно. Есть кафуф ядаем. Кафуф ядаем – это кто кого, типа, в одну или в другую сторону, кто победит. Я хочу сказать, что согбенные – это не старинное выражение, это просто литературное выражение. Оно не является архаичным. Мне кажется. Ну, да. Да, но все-таки в современном иврите про человека, у которого есть проблемы с позвоночником, не дай бог, да, я не думаю, что это будет называться кафуф. Всяначе это как-то не слышится совершенно. Кафуф – это ментальное что-то, это какая-то подчиненность, не знаю, связанная с подчиненным положением человека. Не в том плане, что он как бы ходит сагбенно. В этом отношении действительно перевод сагбенный, не знаю. Ну, да, это не физическое сагбенно, это именно, что он под грузом находится. Под грузом, да, кафуф, да. Согнут, он согнут душевно, а не физически. Да. Кстати, тогда вопрос есть, мэр, а какой смысл тогда зокеп кафуфим в этих утренних благословениях под этим светом? А я говорю, что у меня, я, например, обратите внимание, это частный ГЛМ. И я его обозначил вот в рамках такого чтения, которое я предлагаю, как хор обездоленных. Нет, я к тому, что если в утренних брахот, которые, Берката-Шахар, там же, наверное, другой какой-то смысл, все те же обездоленные имеют. Там выпрямляющихся обездоленных, какая-то она отсюда взяла. Обратите внимание, из этого псалма взяты это самое. Все вот эти пассажи по поводу... Они же взяты, все эти утренние благословения, они же отсюда взяты, вы что, не видите? Пукехеврим, Макирасурим, Зокефпуфим, они просто отсюда взяты в лоб. Они отсюда и взяты. Да, но там же это каждый человек про себя читает, когда он просыпается. Ну, посмотрите как-нибудь Рамбома, который пишет, что, с его точки зрения, это не на Галаху идет этот Рамбом, хотя он в Мишнаторе это пишет, что эти благословения говорятся только при обстоятельствах, описанных в Талмуде. А разве нет? То есть, когда просыпается, когда надевает шапку, когда опоясывает поясом, если не опоясывает пояс, то на соответствующие Озер-Исраэле в Уране говорится, если пояс не повязывает, ну и так далее. А, и там же есть тоже Прагфуфим, да? Да, да, да. Он там вот Рамбом, например, говорит, что только при обстоятельствах, которые описаны в Талмуде, этот проход надо говорить не подряд, как всего и как принято. И Шульхан Ауф посадить не как Рамбом здесь. Но это отсюда. Окей, Гриш, что ты хотел сказать? Мы тебя слушаем. Ребята, мне надо идти. Уже Мейер ответил уже. А, да? Ну, замечательно. Смотрите, у нас немножко балаган на занятии, но мне кажется, в рамках зума мы друг друга не видим, мы размахиваем руками. Мне кажется, это нормально. Всех, кого я обидел, Матан уже убежал. Окей, бессендарь. Ну, хорошо. Всех, кого я обидел чайно и не чайно, прошу прощения, но, по-видимому, должен быть какой-то режиссер. Режиссер, дирижер, вышибаловый, гонящий, как угодно. Окей, господи и дамы, всем счастливо. Спасибо, пожалуйста, хорошо. Спасибо большое, очень интересно. Да, мне тоже кажется потрясающе. Я считаю, что настоящий книжный шкаф – это Мейер. А вот то, что мы изучаем еврейский книжный шкаф, это мы на самом деле изучаем Мейера. Окей? Зараза. Ладно. Всем агитчабес. Всем, да, всем шаббат шалом, счастливо и пока.